В Хароге силовики разогнали акцию протеста. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какие действия правительства привели к человеческим жертвам. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Сотрудники правоохранительных органов ГБАО вечером 16 мая применили резиновые пули и слезоточивый газ против участников протеста в Хароге. Под данным источников, один человек погиб, трое ранены. Власти не подтвердили и не опровергли информацию об акции протеста в административном центре ГБАО. 16 мая в результате разгона сотрудниками правоохранительных органов шествия жителей Харога погиб 30-летний Замир Назаршоев. Информацию об этом подтвердили не менее трех источников. Один из неформальных лидеров ГБАО Мамадбакир Мамадбакиров также подтвердил, что Назаршоев был убит в ходе разгона акции протеста. Другие подробности пока неизвестны. Власти ситуацию в Хароге не комментируют. После того, как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Харога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ. 14 мая несколько сотен жителей Харога вышли на акцию протеста в местечке Харуги-Боло и потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мерзанабота и мэра города Ризона Зарзода, снятие всех блокпостов в областном центре и прекращение преследования жителей Бадахшана. А как вы относитесь к таким требованиям? Они вполне адекватны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На видеокадрах, которые распространились в интернете, видно, как сотрудники правоохранительных органов применяют резиновые пули и слезоточивый газ против участников шествия в сторону областного Хукумата. Два источника в Хароге подтвердили, что ранены трое человек, их доставили в больницу Агахана в районе Бархарук. Стрельба продолжается, интернет в городе отключен, сообщил один из источников. Тем временем, по ТВ Бадахшан транслируется выступление прокурора Кбао, который призывает население не присоединяться к митингующим, поскольку за это последует уголовное наказание. Днем ранее прокурор области Парвиз Аревзода, выступая по местному ТВ, заявил, что организатором акции протеста 14 мая выступили один из неформальных лидеров области Мамадбакир Мамадбакиров и замруководителя запрещенного в стране Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов. Именно они, по словам Аревзода, призывают народ к массовым беспорядкам и подрывают безопасность страны. Алим Шерзамонов в беседе 16 мая заявил, что их объявили организаторами акций протеста, для того, чтобы было легче расправиться с недовольными гражданами. Мамадбакир Мамадбакиров заявил, что требования протестующих остаются неизменными. Еще тогда он рассказывал, что уже ночь, но многие жители города все еще находились на улице. 16 мая около 100 человек направились в сторону областного Хукумата. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали шествию, применили против его участников резиновые пули и след заточивый газ. Протестующие не дошли до здания обл. администрации. Несколько человек были ранены, рассказал Мамадбакир Мамадбакиров. С ноября прошлого года, по его словам, таджикскими силовиками были арестованы 8 харакчан. Еще несколько человек были объявлены в розыск. Власти Таджикистана заявляют, что жители Харога задержаны или объявлены в розыск за причастность к массовым беспорядкам в областном центре. Ситуация в Гбао остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рожскалинского района Гбао был убит местный житель Гульбегин Зиобеков. После происшествия на центральной площади города Харога собрались до нескольких тысяч человек. Митинги продолжались 4 дня. Требования собравшихся были в том, чтобы привлечь к ответственности виновных в гибели Зиобекова, отставка нового главы области Алишера Мерзанабота, вывод военных из Харога и восстановление интернет-связи в области. Власти пообещали митингующим восстановить связь, начать расследование по факту гибели Зиобекова, вывести военных и не привлекать к ответственности митингующих, если они покинут площадь. Митинги завершились 28 ноября, однако, как утверждают члены комиссии 44, созданной гражданскими активистами, последний день митинга в Хароге расследование убийства Гульбегина Зиобекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день. Как вы относитесь к такой ситуации в регионе, к тому, что власть в который раз обманывает население? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все, оцените наши видео подпиской и лайком, до скорой встречи!